День моряка-подводника сегодня отмечается в России. А вот первое соединение России, это бригада подводных лодок, было сформировано, точнее сказать, в 1911 году в составе Балтийского флота. И сегодня в состав ВМФ Российской Федерации входит 60 подводных лодок разного типа. Есть среди них и подводная лодка Челябинская. Да, вот почему она имеет такое название и откуда на Южном Урале моряки, что называется без моря, узнаем прямо сейчас. Подробнее об этом мы поговорим с нашим гостем в студии программы «Наше утро». Руководитель школьного музея ВМФ, школы номер 147, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории ИЧГИК Алексей Терехов. Алексей Николаевич, доброе утро. Вот это все про вас мы рассказали. А теперь вы нам расскажите, откуда в подводном флоте России подводная лодка Челябинск. Доброе утро. Доброе утро. Я хотел бы немножечко углубиться в историю. Так. Надо сказать, что подводная лодка Челябинск – это уже третья подводная лодка с челябинским именем на борту. Так. Первая подводная лодка «Челябинский комсомолец» появилась в далеком 1943 году. Нужно сказать, что в этом году отмечается 75 лет формирования не только уральского добровольческого танкового корпуса, но и 75 лет, как жители Южного Урала за один месяц в 1943 году собрали более 55 миллионов рублей и построили две подводные лодки. Одна из них называлась «Челябинский комсомолец», а другая «Ленинский комсомол». Ух ты. После войны появилась на Северном флоте подводная лодка «Челябинский комсомолец». Это в память вот той военной подводной лодки. Подводная лодка «Челябинский комсомолец» послевоенного времени – это Б-4, легендарная подводная лодка, которая принимала участие в событиях Карибского кризиса. Она была одной из четырех субмарин, которую американские корабли, самолеты, авиация не смогли заставить всплыть. Но, к сожалению, в 1991 году и подводная лодка «Челябинский комсомолец» послевоенного времени была выведена из состава военно-морского флота России. Но челябинцы так уже полюбили моряков-подводников, подводный флот России, что обратились, чтобы вот в новых условиях, в современной России, появилась подводная лодка «Челябинск». А скажите, Алексей Николаевич, что есть еще, оказывается, подводная лодка «Магнитогорск». Это правда? Или слухи? Есть подводная лодка и «Магнитогорск». У ней тоже такая интересная история. У ней была предшественница подводная лодка «Магнитогорский комсомолец». Ну вот сейчас, в этом году тоже отмечается 100-летие комсомола. И как-то, наверное, и в «Магнитогорске», и в «Челябинске» моряки отметят связь флота и комсомола. А скажите, извините, перебью, а есть еще какие-нибудь другие регионы, где так представлено всего 60 подводных лодок, мы сказали, и 2 – это Челябинск. Ну это, наверное, кажется мне очень хорошая традиция в современном военно-морском флоте России, что подводные лодки получают название в честь городов России. У нас есть подводная лодка «Екатеринбург», у нас есть подводная лодка «Верхотурья», это по Уральскому региону, если смотреть. Есть подводная лодка «Оренбург», есть подводная лодка «Орск». Алексей Николаевич, а вот принято считать, что моряки-подводники – это все-таки элита российской армии. Вот почему так складывается? Ну я думаю, что все моряки – это вообще элита российской армии. Ну это из-за чего, что они на долгой походу уходят или что? Ну мне кажется, наверное, по каким-то особым качествам. Действительно, если они на долгой уходят в походы, то это определенная и выдержка, и мужество, и смелость. Многие моряки, в том числе и южноуральцы, удостоены звания Героя Советского Союза. Можно сказать, что это Михаил Васильевич Гришилов, легендарный моряк, герой Великой Отечественной войны. Его называли мастером подводного боя. После войны уроженец тоже Южного Урала, он учился в Кыштыме. Это Александр Иванович Петели, он стал Героем Советского Союза в послевоенное время на подводной лодке «Ленинский комсомол». Он провел, руководителем похода был, эту подводную лодку в район Северного полюса. Ну что же, Алексей Николаевич, мы понимаем, что подводники в Челябинске представлены не то, что на 5, а на 5 с плюсом по пятибалльной системе. Мы поздравляем вас с праздником. Я тоже всех поздравляю с праздником. Как говорят подводники, пусть количество погружений равняется количеству всплытий. Это логично. Большое вам спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что макет подводной лодки вы нам сегодня представили. Большое спасибо, что проснулись так рано и пришли к нам в гости. Да, но я напомню, что в гостях у нас был руководитель школьного музея ВМФ школы номер 147 Алексей Терехов.